Италия считается сегодня одной из самых модных стран. И заслуга этого не только в том, что именно здесь творят самые знаменитые в мире дизайнеры одежды, но и в национальной кухне. Миллионы туристов приезжают сюда за тем, чтобы попробовать не только нежнейшее мясо на огне и с различными соусами, а именно пасту, потому что только в Италии можно насладиться ею настоящей. Сейчас мы будем готовить пасту. Да, да. Спасибо. Спасибо. Сардиния – остров-хранитель итальянских традиций, поэтому даже в выборе макарон здесь предпочитают местный продукт. Макароны здешнего населения Сардов под названием Малореттус мы засыпали в кипящую воду и занялись соусом. Самыми популярными на Сардинии считается этот соус мясной со специями, а также соус из морепродуктов. На самом же деле вариантов итальянцы придумали великое множество. В кипящей воде паста готовится 8-10 минут, затем смешивается с томатным соусом. Вот в таком виде уже готовое блюдо подается к столу. Самый популярный вопрос среди русских – почему паста, а не макароны? Потому что пастой здесь называют именно тесто, из которого все, по-русски говоря, макароны готовят. Итак, осталось лишь посыпать блюдо тертым пармезаном и готово. Бон аппетит! Еще одно не менее популярное национальное блюдо – ризотто, готовится из риса. Для того, чтобы сварить его правильно, нужен немалый опыт. Ризотто ай-формаджи, то есть ризотто с разными видами сыров, готовится около получаса. В обжаренный на оливковом масле сыр добавляют белое вино, затем постепенно – овощной бульон. Обязательное условие – непрерывно помешивать. Постоянно мешать рис довольно тяжело, поэтому у меня такие накачанные руки. В этом блюде четыре вида сыра – твердые и мягкие сорта. Плюс сливочный крем маскарпоне. Получается довольно калорийно, но оно того стоит. Вкус неземной. Ризотто с сыром очень популярен в Италии, однако здесь, на Сардинии, люди больше любят рис с морепродуктами, потому что здесь их предостаточно. Мы все-таки живем на острове. Однако самым известным во всем мире считается миланский ризотто. Миланцы готовят рис особым способом, уже больше 500 лет. Там в рис обязательно добавляют шафран, из-за чего он приобретает желтый оттенок. Сегодня это блюдо является одним из символов Милана. Особого внимания заслуживает ресторанное искусство Италии, начиная от самых элегантных и приветливых в мире мужчин-официантов и заканчивая продуманным до мелочей интерьером. И еще раз о поваре. Видимо, любящие покушать руссо-туриста очень понравились Тони Парсео, до такой степени, что он выразил желание приехать в Читу, чтобы показать горожанам, что же такое настоящая итальянская кухня. Светлана Лисичникова, Дмитрий Пенигин. Время новостей.